всем привет недавно я увидела информацию о том что в германии судят 96-летнюю немку ирмгард фюрхнер да ирмгард фюрхнер и эта женщина обвиняется в соучастии в убийстве более 11 тысяч человек в нацистском концлагере штутгов во время второй мировой войны да вот сообщает bbc ну и мне захотелось посмотреть действительно ли она виновата каким-то образом в убийстве этих людей и для чего вообще вот это все затеяли да когда уже человеку столько лет до можно было это и раньше затеять в общем такие вопросы у меня возникли я в общем то на них и решила сделать расклад сейчас немножко почитаю статью с предыстории вот тут пишут что на первое судебное заседание которое должно было состояться 27 сентября фюрхнер не пришла она вышла из дома престарелых села в такси уехала в неизвестном направлении заседание началось без нее суд выдал ордер на арест через четыре часа фюрхнер была задержана теперь она официально считается лицом скрывающимся от правосудия семья жертв холокоста возмутилась попыткой побега и вот они говорят она демонстрирует невероятное презрение к верховенству закона и выжившим получается вот эти семьи жертв холокоста состоят международном комитете памяти жертв освенцима и вот такое вот и заявление у них было ирмгард фюрхнер первая за много лет женщина которая предстала перед судом по такому обвинению 40 43 45 годах фюрхнер работала в лагере штутгов который находился на территории оккупированной польши тогда я была 18 19 лет у нее не было воинского звания в лагере она работала машинистка и выполняла обязанности личного секретаря начальника лагеря пола вернера хоппе сторона обвинения настаивает ее деятельность способствовала систематическому убийству заключенных наверняка фюрхнер видела списки узников и отчеты о расправах над ними адвокаты бывшей машинистки это отрицают заявляя что она не знала что происходит за пределами комендатуры во время процесса 1954 года на котором фюрхнер была свидетелем она рассказала что хоппе лично диктовал ей различные директивы и приказы но она ничего не знала о предназначении лагеря лагере штутгов находились в общей сложности примерно 100 тысяч заключенных евреи поляки советские военнопленные более 65 тысяч из них погибли на территории лагеря были газовые камеры проводились медицинские опыты над людьми в конце войны во время так называемых маршей смерти многие заключенные были убиты процесс над фюрхнер может стать последним делом и нацистских преступниках в живых остались единицы в марте 2021 года процесс над охранником лагеря штутгов так и не был закончен из-за тяжелого состояния здоровья обвиняемого 2020 году другой бывший охранник того же лагеря 93-летний бруно дэй был признан виновным в соучастии в убийстве 5000 человек и приговорен к условному тюремному заключению ну что у меня получилось по раскладу да ну смотрим первый вопрос виновна ли эта женщина в том в чем ее обвиняют да это первые три карты дальше принимала ли она непосредственное участие в убийствах вторые три карты да дальше каково будет решение суда по ее делу следующие три карты дальше посадят ли ее ну собственно это перефразация вот этого вопроса до решения суда вот эти три карты да на у тюремном заключении на вопрос цель вообще этого процесса вот у меня такой вопрос возник потому что это очень странно что столько лет прошло у человека 106 лет и чего-то сейчас и мусолят вот это конечно очень интересно вот эти три карты выпали ну и интересно мне стало да доживет ли она до 100 лет последние три карты а получается не не такой уж прям расклада на какую-то прям ситуацию разбора вот просто на по вопросам которые у меня возникли ну и дно да тут пятерка мечей выпала что я вижу по первым двум вопросам да виновна ли она и принимала ли участие в убийствах ну во первых по этим картам я вижу что она знала о том что происходит на территории этого лагеря знала конечно знала она пытается это скрыть выпала карта жрица и конечно же она какие-то документы возможно скрывала оформляла какие-то секретные документы то есть конечно женщина очень много чего знала но дело тут в том что это было то его ее непосредственная профессия да вот принцесса дисков но это и есть секретарь машинистом там бухгалтеров счетчиков таких вот бумажных таких вот показать людей которые занимаются бумагами да то есть это было ее непосредственная работа в составе вот вот если смотреть по этим картам ну как таковой вины вот я не вижу именно в таких в таком а как как описываю да что именно в убийстве да и вообще судя по этим картам это была ее прямая работа и восьмерка мечей говорит о том что она была в этой системе и насколько я поняла да вот и следующее следующие карты можно посмотреть вот сама система новая карта дьявол и вот восьмерка мечей говорят о том что скорее всего у него была такая позиция и как он и у многих людей в то время до либо она в системе либо она у ее проблемы вот как-то так поэтому такая ситуация конечно сама породила с этой системой до который была в то время и для человека это была собственно работа да ну если вопрос стоял так работать или или не работать то конечно приходилось работать на вот на любой работе до людей учитывая еще тогда пропаганду в германии как сейчас других странах до некоторых проводится просто человека работало мышление так что эта работа просто обычная работа которую нужно выполнять ну и собственно мы видим да что работа была связана с бумагами с какими-то секретными делами ну и конечно все это было завязано на системе да тут я не вижу карт как бы который непосредственно говорят за какое-то серьезно преступление а следующие карты участвовала ли она непосредственно в убийствах мне так не кажется вот хотелось бы послушать комментарии да может быть кто-то по этим картам скажет что все таки да да дьявол часто выпадает на военные действия но для меня это дьявол в данном случае это привязка к этой системе в которой находилась эта женщина до система очень непростая система подавляющая вот и вот она собственно сама эта система до новый новый мир который образовался и конечно же этот новый мир подавлял и обычных граждан обычных людей обычных немцев и просто система вынуждала их работать на себя вот дальше что смотрим смотрим мы решение суда какое будет решение суда до окончательно по этому делу я не вижу что что-то серьезное и грозит до какой-то до будут какие-то ограничения по принцу мечей но принц кубков говорит что достаточно достаточно будет лояльное решение до возможно какой-то легкий альтернативный вариант предложат если сравнивать наверно с тем что просит прокурор до прокурор называется он у них тоже вот ну конечно бы будут все такие такое ощущение что средства массовой информации конечно будут очень сильно влиять на данную ситуацию накалять но но как бы вот если говорить о решении суда то я не могу сказать что она будет какое-то сильно для нее тяжелое тем более следующей позиции да именно у тюремном заключении тоже я тюремного заключения не вижу до принц чаш принцесса мечей и колесница нет конечно тут нет никакого тюремного заключения тут такое ощущение что просто просто будет сильное психологическое влияние да на эту женщину на ее эмоции и вот то ограничение которое 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 будет да ну на нее может повлиять да на ее эмоции дальше зачем вообще все это дело затеяли почему вот вопрос да почему так долго почему в 96 лет решили бы более заняться ну это для меня очень странно но смотрите тройка жезлов звезда королева жезлов у меня такое ощущение что германия до сих пор пытается отбелить себя в глазах всего мира там нужно первую очередь и европы что вот они такие хорошие что вот они ну как искупление вины что ли да вот вот карта звезда это как очистить себя от вот этого вот прошлого таким вот образом до понять поднять свой как бы имидж да вот типа вот они борются с тем что вот когда-то сами создали ну это конечно смешно то есть какая-то показуха есть конкретно в их действиях показуха чтобы было до чтобы чтобы какие-то сделать действия по отбеливанию своей репутации конечно вот и женщина это мишень ну конечно же кто остался на надо и вот вот на них это будет хороший хороший резонанс хорошие сми будет это все продвигаться и скажем так поднимать рейтинг наверно государственности до германии вот ну короче показуха одним словом проживет ли она до 100 лет я думаю до императрица ирафант ну тут рыцарь мечей наверное проблема с подвижностью у нее будут будут серьезные проблемы может быть переломы или операции она кстати там на ролике сидит в кресле вот скорее всего она двигаться уже не может вот но на смерть конечно я не вижу что будет смерть скорее всего очень долго проживет долгожитель вот такая ситуация неоднозначная да все-таки в картах и конечно я не поддерживаю все что происходило в те времена и наверное надо судить военных преступников но с другой стороны вот это было такое время когда люди попали просто в жернова этой системы и у них у многих не было никакого другого варианта никакого другого выхода как поддаться этой системе и и находиться в ней просто вариантов не было то время конечно это сейчас так кажется что вода все вот таки всех таких нужно уничтожить но если бы вы находились до в то время в германии в похожей ситуации то скорее всего немножко по-другому бы думали вот так что тут сказать сложно насколько женщина виновата да ну вот у меня вопрос пиши по этим картам кто что думать я все-таки за убийство мне это никак не кажется да ну то что просто женщина выполняла свою функцию до специфическая функция но елки-палки простой секретарь ну и как по мне конечно если этим делом заниматься это надо было делать раньше они когда бабушки 96 лет спали спали а тут решили проснулись они решили бабулечку доконать ну это смешно это надо было делать ну как минимум вот сразу после войны да ну там я не знаю несколько десятилетий еще этими военными преступниками занимались а сейчас точу уже 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 все как по мне время утекло вот но видите германия до сих пор борется за свою репутацию такой вот ну как по мне ну очень очень смешным способом всем спасибо думаю что этот расклад вам был также интересен как и мне вот вообще честно говоря такие ситуации меня редко волнует вообще я про политику не так уж люблю смотреть и вообще вот это считаю практически политический процесс да вот но вот этот случай мне показался очень интересным молодой м Продолжение следует...